Здравствуйте, дорогие любители андроид-игр. С вами GamePlan и выпуск 31. И начнём мы с самой страшной игрушки на андроид, которую я когда-либо видел. Эта игра называется Зомбоник. Рекомендую сыграть в эту игрушку в кромешной темноте в полночь в отсутствии прочих людей. И желательно сразу в туалете, потому что обкакаться, играя в неё, это очень реалистично. Мы играем с помощью этого человека, который стоит в центре коридора. Видимо, в какой-то, я не знаю, старом каком-то замке. И вокруг расположено уйма коридоров. Из этих коридоров выходит зомби. И мы должны отстреливаться с помощью дробовика. Сложность представляет нам, что в этой игрушке. То, что мы... у нас видимость ограниченная светом фонарика, а также с кышками молний. И стрелять мы можем с определённой периодичностью. То, что перезарядка этого дробовика не такая молниеносная, как, допустим, в других играх. И поэтому времени, чтобы промахиваться и стрелять куда-нибудь в пол или в потолок у нас абсолютно нет. И поэтому нужно точно-точно кликать по этим зомби, чтобы они умирали. Вот такая сложная игрушка и одновременно страшная. Мне она очень понравилась. Продержался я в ней 3 минуты, потому что они потом начали двигаться с такой скоростью на меня. И я просто ужаснулся. Давайте вот для примера попробуем умереть. Вот это далеко, наверное. Вот мы покрутились. Кстати, управление происходит за счёт акселерометра, пока нас наебили. Мы кружимся за счёт него. Убиваем их тапы по экрану. Это я уже сказал. Здравствуйте, девушка. Можно с вами познакомиться. Ой, мы ей очень понравились. Она нас кушала. Позвала других подруг. Мы превратили в шашлык. Они нас кушают, лакомятся и чуть не давятся уже. Вот, собственно, такая страшная игрушка. Называется Зомбоник. Сыграйте её и обосритесь. Вторая игра, о которой мы сегодня поговорим, называется Destroy Gunner Z. Она посвящена трансформерам, как я понял. Ну, таким роботам, с помощью которых мы можем стрелять и воевать. Видите, меню не китайского, но это, может быть, и язык этих роботов. Мы нажмём Start Game. И сразу хочу вам предупредить, что нужно будет очень долго помучиться, чтобы найти место и путь, как запустить саму игрушку. Мы вам это покажем на видео. Вот видите полоска, чёрная, с указательным знаком. Мы её нажимаем, и появляется окошечко со старта миссии. Первый раз, когда мы запускали эту игрушку, мы минут пять это искали. Уже хотели её удалить, снести к чертям собачьим и не показывать вам её. Но когда мы запустили саму игру, нам она пришлась ко двору. Вот, мне кажется, она понравится ещё и любителям 3D-шутеров. Управление происходит в этой игрушке, так сказать, стандартно. То, что снизу слева у нас есть джойстик, где мы можем двигаться вперёд-назад, вправо-влево. Снизу справа у нас есть джойстик, где мы можем крутиться вправо-влево. А также есть кнопочка полёта. Вот мы взлетаем. И также есть кнопочка переключения скорости. Мы можем вот так спокойно ходить элегантно на своих двух ножках железных. А также можем летать вдоль земли. Стреляем мы, кликая по экрану, и выбирая в цели вот этих своих противников. Есть три вида вооружения. Пулемёт, среднее вооружение и тяжёлый вооружение. Давайте выберем его, попробуем стрельнуть. Вот такая штука, очень похожа на какую-то, не знаю, катапульту, где мы взрываем своих противников. Наша цель продержаться. Вот определённое количество времени. Сейчас у нас осталось уже 40 секунд продержаться. Мы, конечно, продерживались, но минус в этой игрушке, что мне не понравилось, это то, что у нас быстро кончаются патроны. Примерно за половину всего времени у нас тогда кончились патроны, и мы просто тупо убегали от этих роботов. Это сложно, и иногда не нравится то, что просто убегаешь от этих самих роботов. Лучшая защита – это нападение. Всем известно. Игра называется Destroy Gunner Z. Скачайте и сыграйте её. И последняя игрушка на сегодня называется RC Helicopter. Но это как бы и не игрушка, а симулятор маленького игручного вертолёта на пульте управления. Так что можно сыграть, представить детство, у кого не было такого вертолёта, как раз-таки восполнить тени недостатки своего детства, и полетать на таком вот вертолёте игручном. Самый большой минус в этой игре – то, что мы, конечно, летаем, вертолёт прорисован достаточно красиво, вправо-влево можем управлять в управлении, сами потом разберётесь. Но минус того, что у нас вокруг графика не 3D, а просто картинка наложенная. И получается то, что мы летаем просто вокруг этой картинки, этого пейзажа, и это выглядит очень неестественно. И людям, которые очень придирчиво относятся к окружающей среде в играх, они просто её быстро снесут, поругают нас за то, что мы им предложили играть. Так что, ребята, сразу не играйте в эту игрушку, кому не нравится такая прорисовка. А те, кто хотят просто попробовать полетать, хотя бы минут 5 сыграть и скачать, мне кажется, хоть немножко удовольствия она вам доставит. Спасибо тоже, что смотрели наш 31-й спокойный выпуск GamePlan. И подписывайтесь на наш канал, и ставьте лайки. Спасибо.